16 июля, 2026 год. Так, накатал я сегодня 4 афоризма, но сейчас будет не про то. Я их вперед поставил. Но важнее, конечно, не мои афоризмы, а то, что Трамп сегодня, вчера, там, как хотите, выбрал себе вице-президента Вайса. Да? Vice President Vice. Вот это, блин, просто это столько поводов для хохм, для каламбуров. Vice по-английски это недостаток, помимо того, что второй, да? Вице-президент это как бы второй президент, но второй перевод это, что Vice, недостаток. Вот Томп Шарп, из-за которого я выучил английский специально, сам сидел, зубрил, учил. У него есть даже книга такая, Ancestral Vice, Ancestral Vice, Грехи предков, да? Vice President, once, twice, 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 короче. Смотрите, ребята, это, конечно, полный капец. Ну, для Украины это чистое зло. Вот это вот Трамп и Вайс, вот этот вот, который стал теперь вице-президентом, вторым человеком после Трампа, который станет. Ну, на 99% Байден, что ты, блин. Трамп станет президентом после того, как ему это ухо Дженкинса отстрелили. Ну, это не повод, блин, париковать. Это просто, ну, понимаете, как я на это смотрю? Это тот Вайс, это человек, который говорит, что Украину надо часть отдать России, да? Это тип, который, ну, просто, вот, он, наверное, единственный, кто аморальность Трампа может переплюнуть. Если Трамп это чистокровный, ну, то есть рафинированный, аморальный тип, который там, у него жена беременна, а он трахается с какой-то проституткой, понимаете? Он врет, он обманывает. Ну, просто эта мразота такая, мне пофигу, я не политик, я могу говорить о него то, что думаю. Это никак не повлияет на президента, на выборы президента в Америке. Да, я обычный сержант вооружённых сил Украины, рабочий до мобилизации. Трамп это мразота. Просто рафинированная, беспринципная, аморальная. Я на английском, кстати, читал книгу, господи, какого ж года? 91-го года, по-моему. Not here, not there. По-моему, так называется. И там тип писал о том, что он когда в Италии путешествовал по Италии, там красивая такая природа, отлично, великолепно, всё красиво. Смотрите, тут такая вилла стоит шикарнейшая и безлюдно так, потому что она предложит какому-то утырку, пишет этот автор, вроде Трампа, который попадает сюда раз в ходу на 10 минут, да и то слишком занято, потому что трахает кого-то из своих подчиненных по телефону, чтобы слюбоваться закатом. Not here, not there. По-моему, так книга называется. 1990, сраного первого года выпуска, я это точно помню. Да. Так вот этот вайс, который, ancestral вайсис, это тип, который говорил, а что, его спрашивали когда-то в 19-м, по-моему, еще в 18-м, еще в 16-м, а почему так попали в арен Трампа? Он говорит, ну потому что он как Гитлер. Ну это да, это чистая правда, но просто понимаете, после того, как ты говоришь, что это Гитлер, и ты примыкаешь к этому Гитлеру, ты понимаешь, с кем ты становишься? Ну в общем, ребят, я говорю о чем? О том, что нам, конечно, это неприятная ситуация для Украины и украинцев. Ну вот, надо просто, сейчас вот жар, это как обстоятельства, понимаешь, в которых приходится жить. Делай, что должен, и будет, что будет. Да, ты выходишь на позицию, а тут сраные, блин, нафиг, 40 градусов жары. Ну ты должен это учитывать, и должен вести себя в соответствии с этим. Поэтому Украина, ориентируемся сейчас больше на Европу, ориентируемся сейчас больше на свои силы, и хрен уже, блин, нафиг. Америка решила выйти из, ну это я давно, кстати, говорил, еще когда начали на 7 месяцев нам задерживать помощи с оружием, Байден, да, тоже такой старичок-слизнячок, который, блин, нафиг, совсем не торопится Украине помогать. Спасибо всем американцам, народу Америки, спасибо огромное, спасибо европейцам, которые нам помогают, действительно, и без вас нас бы тут полегло гораздо больше. Но, вы поймите, украинцы, что у меня тут гибнут ребята мои, понимаете, там, я про себя не говорю, там, контузило, кого-то ранило там людей, да. Но, вы поймите, что мы понимаем, что Америка может это прекратить просто по щелчку пальцев, но она ради своих каких-то целей, Байдена, Трампа, блин, тянет это кота за хвост третий год. А это уходится десятками тысяч погибших украинцев, хрен бы сотнями тысяч погибших россиян, честно говоря, они оккупанты, они сами себе судьбу выбрали. Да, так вот, в общем, сейчас уже на солнце перегорюсь. Не парьтесь по поводу Америки, я еще, когда начали задерживаться оружием, я сказал, что Америка решила сдать бразды правления миром. Это ее решение. Это отразится плохо и на ней, и на остальном мире, кстати. Но, так значит так. Считайте, что это изменение климата. Ничего не антропогенное, конечно. То есть ничего вы с этим не сделаете, из этих условий исходя, и работаем дальше. Дальше. Уничтожаем россиян максимально. Я... Ну вот что, я хорошие афоризмы сегодня написал, да? СФО это социальный лифт, специальная военная операция, это социальный лифт, который ему плевать на твои габариты. Но Мерку лучше сделать заранее. Я уже третий год призываю всех россиян, которые считают Украину русским миром, приехать сюда, и мы сделаем все и делаем. Все сейчас, чтобы вы здесь превратились в качественный украинский чернозем. В общем, ребята, не переймайтесь. Хрен на этого Вайса, хрен на этого Трампа. Все будет Украина, мы переможем. Может чуть дольше это займут.